Добрый вечер! Вы смотрите НТС. Это программа «Реальная экономика» и я ее ведущая Салтнат Кудайбердиева. Сегодня в выпуске новости макроэкономики, прогнозы, тренды и недельный обзор финансовых рынков. Страны Евразийского экономического союза взяли курс на инновации в сфере агропромышленного комплекса. Ставку будут делать на переработку сельхозпродукции с минимальными затратами. В этом вопросе, по словам специалистов ЕЭК, члены экономического альянса явно не дорабатывают. Ежегодно им приходится импортировать семена, корм и прочие ветеринарные препараты на общую сумму 26 млрд долларов. Теперь эксперты прорабатывают вопрос создания научно-инновационных центров, где будут выводиться новые сорта растений для выращивания высококачественных культур, изобретаться и распространяться новые технологии производства. В этом, по мнению аналитиков, достаточно преуспела Беларусь. Благодаря инновациям она не только полностью обеспечивает себя основными видами продуктов, но еще и их экспортирует. Сможет ли наша страна занять достойную нишу на этом рынке, если местные переработчики до сих пор зависят от импортного сырья? Многие крестьяне из-за низкой конкурентоспособности своей выращенной продукции перестали заниматься земледелием. В результате площадь посевных под пшеницей, по данным Минсельхоза, сократилась на несколько десятков тысяч гектаров. Чтобы накормить своих граждан, Китай, например, покупает и арендует земли у развивающихся стран, а наши поля остаются неиспользованными, потому что, как считают эксперты, правительственные чиновники и депутаты предоставляют импортерам налоговые льготы. Теперь предлагается их отменить. Депутат от фракции Республика Атаджурд Кинджибек Букоев предлагает внести ряд изменений в действующее законодательство. Речь идет о введении 12% НДС на импорт зерна и муки. Почему появилась такая необходимость? Как говорится в анализе проекта, огромный внешний долг и дефицит госбюджета уже через 5 лет приведут к потере продовольственной независимости нашей республики. Сегодня ни одна страна ЕАЭС, кроме Кыргызстана, не пытается возложить собственную продовольственную безопасность на другие государства, сетует автор. В настоящее время Казахстан целенаправленно ведет политику усиления дотации в отношении производителей, импортеров зерна и муки, планируя к 2020 году увеличить их экспорт на 50-60%. Узбекистан в поддержку своих переработчиков уже ввел акциз на ввоз муки в размере 15% от стоимости и защитную пошлину в размере 10%. А в это время что происходит у нас в Кыргызстане? Если верить данными сельхоза, пассивные площади уменьшаются из года в год. К примеру, с 2013 по 2015 посев пшеницы сократился почти на 50 тысяч гектаров. Сегодня фермеры от безысходности пытаются переориентировать свое хозяйство с растения и водства на животноводство. Они четко понимают, что корм для скота в этом случае может подорожать, а это автоматически приведет к повышению цен на молоко, мясо и яйца местного производства. С одной стороны, конкурентоспособность отечественной продукции на рынке сразу упадет, а с другой, бюджет ежегодно будет терять более 1 миллиарда сумм за счет действующей отмены НДС на импорт зерна и муки. Если вернуть налог на добавленную стоимость, то, как считает инициатор проекта, Кыргызстану удастся обеспечить продовольственную безопасность, сохранив переработчиков и сельхозпроизводителей от разорения и частично покрыть дефицит собственного бюджета. Вот уже несколько дней в стенах парламента бурно обсуждается законопроект, предлагающий ввести НДС в размере 12% в отношении импортеров зерна и муки. Принять однозначное решение оказалось делом непростым. С одной стороны, отечественные переработчики муки могут остаться без дешевого и качественного сырья, с другой – продовольственная безопасность страны находится под угрозой, а без того дефицитный бюджет теряет миллионы сомов. Напомним, правительство в начале прошлого года пошло на беспрецедентный шаг, отменив НДС на импорт зерна. Тем самым вызвало неоднозначную реакцию со стороны международных доноров. К примеру, представители МВФ обратились к официальным органам с рекомендацией отменить это решение, поскольку она отражает интересы якобы лишь отдельной категории граждан, а не всей страны. А тем временем выпадение из бюджета по данным того же МВФ составило около 600 миллионов сомов. Как теперь стороны будут регулировать эту ситуацию? Выясним сегодня, а помогут нам в этом приглашенные эксперты. У нас сегодня в гостях депутат от фракции Республика Атаджурд Аклбек Чамангулов и председатель комитета Мукамолов Кыргызстана Рустам Джунушев. Добрый вечер. Добрый вечер. Законопроект, насколько нам известно, как только его вынесли на палату, на инициаторов обрушился шквал эмоций, причем не совсем положительных. Как Вы считаете, Аклбек Чашинович, с чем это связано? Почему данный документ вызвал такую реакцию? В целом, если так взять, в 2015 году, когда мы рассматривали, правительство приносило данный законопроект об отмене НДС на муку и на мукомольное зерно на импорт, тогда тоже очень было бурное обсуждение со стороны парламента. В то время правительство было инициатором данного законопроекта. Одним из факторов того, что они защищали данный законопроект, должно было послужить то, что действующие мукомольные комбинаты должны были работать, были трудоустроены рабочие места, то, что будут налоги, социальные выплаты, то, что продовольственная безопасность будет оставаться на таком же уровне. Но на сегодняшний день уже больше года, больше года уже время прошло, и нет никаких конкретных шагов. Мукомольные комбинаты будут работать, будут оставаться рабочие места. Но данного фактора нет. Есть определенные лица, которые заинтересованы в парламенте, чтобы данный законопроект не был внесен и не был рассмотрен на палате в парламенте. Почему? Потому что определенные личности имеют свои мукомольные комбинаты, крупные мукомольные комбинаты, которые импортируют зерно в основном с России, с Казахстана. Выпадение в бюджете почти 10 миллионов долларов – это огромная сумма на сегодняшний бюджет. И правительство в течение двух лет должно было предоставить альтернативу возмещения ущерба выпадения данного налога из бюджета. Но на сегодняшний день, на сих пор, правительство не дало таких конкретных результатов по данному законопроекту. Почему этот закон, от него такой эффекта не было? То есть все заводы не работали в полную мощь? Потому что у нас через границы проходят ежедневно по 50-50 фур муки, скажем так, контрабанды. То есть это не контрабанда, это ВОЗ, нелегальный ВОЗ, не оплачивается НДС при ВОЗе. И оттуда бюджет теряет практически до 700-800 миллионов. Тогда нужно работать на границах, нужно работать на контрольно-пропускных пунктах, чтобы не пропускать. Это не только мука. Это все товары сейчас, строительные материалы, все продукты питания заходят. И только вот муки мы теряем как минимум 600-700. По подсчетам, это в прошлом году было 700 миллионов. В этом году прогнозируется столько же. Главное условие пребывания нашей страны в ЕС, это как раз-таки открытые границы. То есть согласно новым правилам, наши фискалы не имеют права проверять, в каком объеме завозится тот или иной импортируемый ГРОЗ. Можно ли это называть нелегальным ГРОЗом? Это можно назвать неучтенным ГРОЗом. Те, которые импортируют продукцию, они должны платить входной национальный налог. То есть этот НДС в Казахстане, он оплачивается. В России то же самое. А у нас, получается, большая половина, большинство продукции, она без оплаты налогов. Разговаривали с казахскими поставщиками. Они говорят, 50 тысяч тенге, одну фуру я вам завезу. То есть такой, скажем, незаконный ГРОЗ, неучтенный ГРОЗ. Он вообще не учитывается этот ГРОЗ. Акбек Тишинович, здесь недорабатывает правительство? Или это очередная какая-то схема устроилась? Я полностью согласен с доводами Совета предпринимателей. Это упущение непосредственно правительства, погранслужбы, таможенной службы, фискальных органов, которые должны контролировать. Если мы будем смотреть по отдельности каждую отрасль, да, есть мукомольная отрасль, есть молочная отрасль, есть мясная отрасль, да, очень много отраслей. Ну, просто в отрасли мукомолов, да, есть лоббисты, и они смогли пролоббировать и внести данный законопроект. Ну, есть же и, вот, элементарно, молочная продукция. Очень много заводов, предприятий, которые на всю свою мощь не могут работать, не могут экспортировать, не могут импортировать, да. Поэтому эта проблема существует во всех областях. И не должно быть, вот, каких-то привилегий в отдельную область, вот, именно предпринимательства. То, что мукомолы, вот, они, да, создают действительно, и, соответственно, они создают хорошие рабочие места, платили налоги. Но при этом мы должны тогда смотреть государство наравне со всеми предпринимателями, не только в этой области. Данная критика, да, она, наверное, уместна, потому что изначально, вот, перед вступлением нашей страны в ЕАЭС, работало свыше 50, да, мукомольных предприятий, да. В прошлом году, перед тем, как вот ввести данное нововведение, вы говорили о том, что большая часть закрылась, вот эта вот льгота налоговая, да, с возможностью реанимировать, да, большую часть этих предприятий. Этого сейчас не происходит. И со стороны это действительно выглядит как лобби какого-то определенного круга компаний. Если сейчас ввести эту норму, то есть убрать, те предприятия, которые работают на 30-40%, хотя бы сейчас как-то держатся, если они еще встанут. В течение года, если они простоят, то придется уже, это будет отток специалистов, это нужно будет, есть инвестиции большие, оборудование все распродавать. У всех есть кредитные средства, и когда комбинаты закроются на следующий год, не будут сеять фермеры, потому что некому перерабатывать. Если мы потеряем эту отрасль, то завтра нам придется покупать муку по тем ценам, которые нам будут диктовать внешние поставщики. Это может и 100, и 200 сомов быть. Мы в год вырабатываем, ну, производим зерно, где-то 800 тысяч тонн зерна. Из них 300 тысяч мы импортируем, по-моему, плюсом. Где-то миллион с лишним у нас зерно. Из них большая часть идет у нас на скотафуражную отрасль. Практически наши мукамулы от всего объема вырабатывают где-то 30-40% переработки идет. Потому что у нас наша клейковина, наши пшеницы, их не устраивает, наши мукамулы. Почему? Могу сказать. Потому что переработанная, либо ее должны перемешивать с пшеницей Казахстана, чтобы качество соответствовало казахским мукамульным комбинатам. Завтра наши комбинаты закроются и цена на пшеницу, либо на мукамульную продукцию повысится, я бы не сказал. Потому что рынок ЕС одинаковый везде. Мы все вступили и подписали данные соглашения, что есть единый рынок сбыта. Соответственно, наши предприятия должны укрепляться, создавать какие-то ассоциации, как-то сгруппироваться и выходить на новый рынок, преображать производство, смотреть за качеством и, соответственно, за маркетингом. Самый главный критерий – спрос на рынке. Ваша продукция готова. Отечественная. Отечественная продукция. Каким спросом пользуется у нас на рынке? Давайте как раз об этом и спросим у местных потребителей. После небольшого отступления мы продолжим беседу. Продолжение следует... Продолжение следует... В последнее время очень часто говорят о поддержке отечественных производителей. Государство предоставляет им налоговые льготы и прочие послабления. Но становится ли продукция переработчиков после этого конкурентоспособной на рынке? Давайте узнаем у продавцов и покупателей. Скажите, пожалуйста, какую муку потребители все-таки предпочитают чаще покупать? Местную или импортную? И почему? Наверное, потребители, наверное, много берут импортную, потому что там качество лучше и цена тоже выгодна. Казахстанский дешевый получается. И цена качества тоже хорошая. Поэтому все покупают. Мы тоже покупаем Казахстанский. Какую муку вы предпочитаете? Местную или импортную? И почему? Да, я предпочитаю импортную. Но обычно я беру казахстанскую, потому что она и в замесе хорошо происходит. Честно говоря, я российскую покупаю. Ну, надо поддерживать собственного производителя. Предполагаю, что нужно поддерживать отечественного производителя, но муку я такую не покупаю, к сожалению. Как-то уже привыкли, поднимается хорошо. Местную. А потому что она лучше, больше мне нравится. И подъем хороший, и высший сорт. Казахстан, местную беру. Импортную. А почему? Она белее лучше. Ну, мы привыкли ей пользоваться, нормальная мука. Местную муку высший сорт берем. Я не покупаю. В ходе нашего опроса нам удалось выяснить, что бешкигчане разделились почти на два равных лагеря. Одни больше доверяют продукции местного производителя, а другие предпочитают приобретать муку зарубежных фирм. По цене, как нам показалось, отечественное стоит дороже. Вот, Салтанат, правильно вы заметили, потому что рынок сейчас переполнен дешевой мукой казахстанской, которая заходит без налогов, которая не учтенка. У нас весь рынок в такой муке. Она и приходит по 16-17 суммам. В большей степени выступаете против именно введения НДС на зерно, то есть не муки. Зерно, значит, закупается в Казахстане, при ввозе его НДС не оплачивается, переработка и реализация муки тоже без НДС идет. Если сейчас отменят эту норму, тогда при ввозе зерна нужно будет 12% платить, и при реализации муки опять же эти 12%, что повлечет за собой подорожание муки на 2,5 сумма. К примеру, сейчас местные производители, цена где-то 20 суммов за один килограмм, качественная, хорошая, официальная, которая заходит из Казахстана, мука 21, на сумма она немножко дороже, но больший процент, который заходит, это, естественно, контрабанда на 16-17 суммов стоит. Практически у нас минимальные налоги, минимальные налоги. Вот в то же время мы говорим в Казахстане, в России, то, что субсидии со стороны государства большие, да, хорошие субсидии, но при этом сельхозпроизводители, фермеры, они платят налоги. А у нас, например, фермеры, сельхозяйственные производители, у них практически нет никаких налогов. Мы где-то отменяем, но при этом мы же должны это все закрывать, компенсировать, а в то же время есть социальная часть ответственности государству. Мы должны там социальные выплаты, защищенные статьи бюджетов платить, строить какие-то соцобъекты, но при этом в бюджете нет денег. Всегда дефицит в районе 20 миллиардов сумм. У нас считанные мукомольные крупные предприятия. На юге несколько, на севере несколько. Сколько их всего сейчас работает? Всего 60. В данный момент 8-9, ну, максимум 10 предприятий работают. Ну, 10 предприятий, да. У нас очень много, мы живем в Кыргызстане, я сам тоже до этого был предпринимателем, бизнесменом, да. Мы прекрасно понимаем то, что очень много наших предпринимателей просто зачастую скрывают свои налоговые обязательства, да. Либо платят там половину, чтобы там официальная часть была. Ну, я не говорю не все, какая-то часть есть. Чтобы контроль была жесткая и, соответственно, чтобы эффект от этих вот преференций, чтобы от этих вот налоговых льгот, тогда надо вот выбрать 10 предприятий, ставить туда налоговиков, фискальные органы и какие-то видеофиксаторы, чтобы конкретно пшеница заходила, государство могло контролировать ценовую политику, как она идет, какая выигрыш, какая калькуляция, потому что государство дает субсидии 10 миллионов долларов. Это тоже большие деньги. Очень много мукомолов, не только мукомолов, привозят и из нее перерабатывают там спирт. Они огромные деньги как бы выигрывают от этого. Спирт перерабатывают, соответственно, у них на алкогольные продукты цена намного дешевле получается. Там идет другое качество, оно на муку, значит, не подходит вот эта пшеница, которая... Нет, я прекрасно... Да, причем вот освобождение НДС, это было непосредственно самим переработчикам. То есть, если этот спиртзавод либо частное лицо завозит, они оплачивают НДС. И вот кормовой, если завозят. А то, что освободили, это прямой переработчик, если сам завозит, он перерабатывает ее и реализовывает эту муку. Это все идет и в статком идет, в налоговую инспекцию идет. То есть, это идет... Я знаю такие факты, когда вот, например, есть хозяин, у него несколько мухомольных комбинатов и несколько заводов по производству алкогольной продукции. Они оформляют на импорт пшеницу на своему коммуну, оформляют, что якобы переработка прошла через мелькомбинату, но фактически эта пшеница уходит на переработку спирта. Сам свидетель того, что в парламенте есть лоббисты, которые лоббировали данный законопроект. Почему вы тогда не ставите, не требуете от правительства, не ставите цели и задачи, чтобы на этих границах поставили камеры, контроль каждого продукта, чтобы администрирование было надлежащим образом? Вот смотрите, у нас была загублена сахарная отрасль, у нас загублена табачная отрасль. Почему? Потому что, опять же, и парламент, и правительство сделали неправильные шаги. То есть, на тот момент, когда табачную отрасль подняли акцизы, то есть, для местных производителей, для ферментационных заводов, а импортная готовая продукция заходила практически без налогов, да, там, естественно, наши внутренние производители не выдержали конкуренции со стороны импорта. И закрылись все ферментационные заводы на йоге, и закрыли, и табачная отрасль умерла, тоже сахарная отрасль. Чтобы сейчас ее реанимировать, какие силы, какие деньги туда. Я бы сейчас не полностью с вами согласен. Понимаете, сейчас... Вы понимаете, вот в 2005 году, после революции, да, основные направления бизнеса были поделены, да? Мы прекрасно знаем сахарную отрасль, кто контролировал. Там несколько, двое-трое человек сидели, и они вот писали, рекомендовали правительству, вот так, вот так, вот так, вот так. Табачная отрасль, Ремс, она контролировала полностью табачную отрасль. Сахар, кто возил, да, с Белоруссии, они искусственно, Каин-де-Кант, Кошой, искусственно обанкротили, чтобы им было выгодно, чем перерабатывать здесь, привозить. Ну, там были лоббисты. На сегодняшний день мы боимся того, чтобы и мукомольная отрасль так же не превратилась в отрасль. Мы к этому идем, что мы сейчас можем потерять мукомольную отрасль. В этом случае вы можете гарантировать, что вы обеспечите местами вот эти пять тысяч человек, во-первых. Продолжение безопасности – это то же самое, что фермеры у нас будут выращивать. По поводу того, что, во-первых, я отвечу на ваш вопрос, то, что относительно границы, да, как должно контролироваться. Когда данный законопроект вносился и утверждался парламентом, наша фракция полностью была против данного законопроекта. Мы официально выступали, чтобы правительство не принимало такие шаги, а принимало по укреплению границы, по контролю, жесткому контролю и введению каких-то новых инновационных технологий, чтобы контрабандная продукция не ввозилась в Кыргызстан. Извините, правительство на сегодняшний день подчиняется коалиции большинства. В этой же коалиции большинства есть определенные люди, которые заинтересованы, чтобы данный законопроект работал, чтобы импорт был отменен от НДС, да, относительно того, что вы сейчас говорите, там, 5000 человек, ну, не 5000 человек у вас в отрасли работает, на сегодняшний день из 10 предприятий вы в каждом предприятии в среднем, ну, по 350-500 человек, у вас столько не выйдет, да. Ну, если мы будем смотреть каждую отрасль, то как мы будем им условия создавать? Молочникам вы как предлагаете? Им тоже отменить налоги? Мечникам тоже отменить налоги? Вот импортеры, например, нефтеприрабатывающих заводов тоже отменим давайте налоги. Вы знаете, на сегодняшний день у нас в стране нет экономики, у нас сплошная политика, в парламенте все часто происходит, никто, депутаты не думают о том, чтобы, скажем, развивалась экономика, да, или вот в этом направлении. В основном все идет политика, эмоции, политика. В парламенте должна идти политика, правительство должно заниматься экономикой, экономика должна заниматься бизнес, а политика должна направлять какие-то концепции, движения, выбирать правительство. Да, на сегодняшний день правительство нас не полностью устраивает, на сегодняшний день... Изменить ничего не удается. Не удается, да. Ну, извините, законы же вы же принимаете, вы пишете, соответственно, вы должны продумывать, чтобы законы были эффективные для экономики? Закон одно, если они проходят через парламент. Очень много законов, которые мы инициируем и которые не проходят. Чтобы совсем не зависеть от импорта зерна, почему мы такую пшеницу у себя не выращиваем. Правительство ежегодно выделяет миллионы сомов на то, чтобы банки предоставляли льготные кредиты фермерам. И из года в год мы наблюдаем, что эти средства уходят не на развитие растеневодства, а именно животноводства. Стоит ли правительство эту часть, определенную часть предоставляемых средств направлять именно на выведение высококачественных семян пшеницы? То есть обращаться к селекционерам, к ученым путем размещения госзаказа. Полностью с вами согласен. Со стороны правительства ежегодно где-то на сельскую отрасль тратится около 7-8 миллиардов сомов. Это огромные средства. Это содержание Министерства сельского хозяйства, субсидирование наших сельхозпроизводителей, фермеров. Но это деньги просто в песок. Со стороны государства это должно государство контролировать. В лице правительства, Министерства экономики и Министерства сельского хозяйства. Такой работы на сегодняшний день нет. Если бы госорганы работали бы сообща, возможно, таких вопросов, таких проблем не возникало бы. Мы будем следить, какое решение примет парламент и как в этот раз оно отразится на экономических показателях нашей страны. Вам спасибо за ответы и участие в нашей программе. А я напоминаю, у нас сегодня в гостях были депутат от фракции Республика Тайжурд Аклбек Джаман Голов и председатель комитета Мукамолов Кыргызстана Рустам Джунушев. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Далее наш выпуск продолжит недельный обзор финансовых рынков. Акции канадского производителя марихуаны Medrelief Corporation рухнули на 28% сразу после выхода на IPO. Инвесторы решили, что бумаги компании чересчур переоценены. Напомним, после решения властей Канады легализовать со следующего года запрещенный во многих странах препарат, один из его производителей попытался через IPO приумножить свою капитализацию. Но завышенная самооценка привела лишь к непредвиденным расходам. Это, конечно, не совсем подходящий к нашим реальным пример. Но факт в том, что многое при первичном размещении акций в той или иной компании зависит от андерайтеров, которые организовывают весь этот процесс IPO. Как их правильно выбрать, чтобы хуже не сделать своему бизнесу, узнаем у специалистов. Здравствуйте, Телег. Здравствуйте, Медель. В прошлый раз я успел рассказать о решении нашей потенциальной компании выйти на биржу, впервые выставив на продажу свои акции. Но, как выяснилось, для этого обязательно нужно обратиться к услугам андерайтера. А у нас в Кыргызстане таких компаний много? Есть ли у них вообще опыт вывода акций на биржу? И стоит ли им доверять? Если во многих странах андерайтером занимаются крупные инвестиционные банки, то у нас этим занимаются брокерские компании. Из всего 19. Среди них есть проверенные андерайтеры, которые в течение многих лет работают на фондовом рынке. Надо честно признаться в том, что такого рода народное IPO в Кыргызстане ни разу еще не проводилось. Если вы надумаете, и ваша компания может навсегда остаться в истории финансового рынка страны. В большинстве случаев размещение акций на бирже происходит закрытым способом. То есть действующие акционеры той или иной компании, выпуская дополнительный объем акций, распределяют их между собой. То есть данная информация не доводится до широких слоев населения. IPO как раз таки подразумевает максимальную открытость этого процесса. Сегодня фондовая биржа прорабатывает вопрос о возможности публичной продажи акций, которые находятся в государственной собственности. Здесь, к примеру, можем привести компанию Мегаком. Учитывая ее высокую рентабельность, высокотехнологичность, мы считаем, что подобные бумаги будут пользоваться активным спросом. Тем не менее, расскажите нам, пожалуйста, каким требованиям должны отвечать андерайтеры? Вы смотрите на то, какой старший компания, безупречна ли ее репутация на рынке, насколько у нее было убытков за последние годы, насколько солидна ее клиентская база. А биржа какие-то требования для компании выставляет для выхода на IPO? В настоящее время специальных требований для прохождения IPO на бирже нет. Мы рекомендуем компаниям для начала пройти листинг фондовой биржи. Листинг – это, как мы уже ранее говорили, официальный список биржи. По мнению инвесторов, бумаги, прошедшие экспертную проверку, наиболее привлекательные и надежные. К тому же на них распространяются еще и налоговые льготы. К примеру, проценты от полученных дивидендов и доходы от прироста стоимости акций не облагаются подоходным налогом и налогом на прибыль. Да, нам льготы не помещали бы. Это, кстати, хорошая идея. Спасибо вам за продуктивную консультацию. А что нужно сделать для того, чтобы акции вашей компании прошли экспертную проверку, то есть попали в официальный список биржи, мы расскажем в следующей программе. А пока, до свидания. Субтитры подогнал «Симон» 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова